МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серьезно есть прогресс, он связан с крымскими событиями. Крым вернулся домой, поспокойнее стали вести себя некоторые диаспоры, которые раздражали просто-напросто и общественное мнение, и конкретных жителей, в том числе жителей города Москвы. Аннексия Крыма России стала очень важным фактором нестабильности на постсоветском пространстве, стала одной из причин экономического кризиса, падения уровня жизни граждан. Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств и международных организаций с просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму и призывом ни при каких обстоятельствах не признавать результаты этих выборов. Также МИД Украины предупредила о возможном выходе из ПАСЕ. Впрочем, Европа не питает иллюзии о честности российских выборах. Прокомментировал отсутствие в Крыму наблюдателей от АБСЕ политэксперт Александр Харов в эфире программы «Единая страна». АБСЕ отказалась от того, чтобы проводить мониторинг на той территории. В остальной части России порядка 300 наблюдателей будет, а в Крыму их не будет. То есть международных наблюдателей, которые бы подтвердили, что там что-то произошло правильно, без нарушений не будет. Плюс уже известно, что готовятся, и даже российские провластные представители региона говорят о том, что готовятся карусели, черный пиар. Страны Евросоюза и США уже заявили, что проведение выборов Госдумы России на территории аннексированного Крыма они не признают. Евросоюз продлил санкции против России еще на 6 месяцев до 15 марта 2017 года. В санкционном списке 37 компаний и 146 российских и украинских физических лиц, которых считают причастными к незаконной аннексии Крыма и нанесению ущерба суверенитету Украины, сообщает официальный журнал ЕС. Речь идет о замораживании банковских активов в странах ЕС и о запрете на выдачу виз для поездок в страны ЕС. Все три судебных заседания в деле заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова закончились с одним результатом. Три апелляции, которые подавали адвокаты, оккупационный Верховный суд Крыма отклонил. Защита обжаловала возбуждение уголовного дела против Умерова, его незаконный перевод в психиатрический стационар и требовал отменить подписку о неразглашении, которую давал Умеров. По словам адвоката Николая Полозова, крымские судьи принимали решение с фантастической скоростью. Все это свидетельствует о том, что суд, что называется, заряжен. Политика российской власти, репрессивная политика в отношении крымских татар и дела в отношении Ельми Умерова имеют приоритет. И, конечно, никакие нормы, законы и права здесь не работают. Поэтому все, что нам остается, это продолжать борьбу на других уровнях, в других судах, за пределами судов, на международной арене. И если крымские власти, крымские суды не выполняют законы в отношении Умерова, значит, будем бить по Кремлю. Пускай оттуда им настучают по голове. Я надеюсь, что это все-таки приведет к какому-то ощутимому результату. Один из главных праздников мусульман, Курбан-Байрам, отмечали 12 сентября в Исламском культурном центре в Киеве. Здесь собралось немало людей. С 8 утра началась праздничная молитва, после которой верующие поздравляли и угощали друг друга во дворе. Для детей устроили развлекательную программу. После обеда мужчины уехали за город, чтобы провести обряд заклания жертвенного животного. И, прежде всего, мы приветствуем наших братьев крымских татар в оккупированном Крыму, крымских татарских переселенцах в другие регионы Украины. Сегодня мы подчас молитвы молились за мир и единство Украины, за то, чтобы Всевышний Аллах допомогал нашим братьям крымским татарам в цей важкий час, важкий час репресій и утисков с боку оккупационной влады. И особенно мы будем распространять мясо жертвенных тварин среди переселенцев мусульман с Крымом и Донбассом. Тысячи мусульман приняли участие в праздничных намазах и в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман в Крыму. Самый большой байрам-намаз, праздничная молитва, состоялась в Симферополе, которую провел духовный лидер мусульман Крыма Эмир Али Аблаев. По завершению намаза верующие посещают могилы родных. В то же время оккупационные власти полуострова готовят праздничные концерты, где пройдет предвыборная агитация местных партий, сообщил новостям глава ЦВК Курлтая крымских татар Заир Смедляев. Те, кто сегодня арестовывает и сажает крымских мусульман, хотят при так называемых выборов быть поближе к мусульманам, чтобы получить там какие-то дивиденды, пригласить мусульман участвовать в этих выборах, попросить поддержать партию Единую Россию. Будут концерты, праздничные программы, будут там качели-карусели, там аттракционы всякие, будут какие-то призывы, сегодня там где-то кураж проводится, но это все нереально, неестественно, это все натянутая залочка. Крымская литература впервые на Международном книжном форуме издателей во Львове, в отдельной программе. Ее открыли 15 сентября четыре поэты. Сергей Синоптик, Павел Гольдин, Дмитрий Белько и Дмитрий Аверьянов. У одного в руках лопушка, у второго ракетница с зеленой ракетой. Сейчас я покажу тебе моченых человечков, райских яблочек. Наводит пушку, слышится серия выстрелов. Матрос бежит по коридорам, его тельняшка покрыта зелеными пятнами. Он кричит, уберите от меня этого идиота. Побегает на верхнюю палубу, но дедушка настигает. Четверо крымчан представили свое творчество и рассказали о литературной жизни в Крыму. Говорят, что теперь авторы стали реже собираться на мероприятия. Большинство крымских литераторов выехали с полуострова в зависимости от политических предпочтений. Кто-то перебрался в Москву, а кто-то на материковую Украину. Один из них, Сергей Синоптик, переехал в Киев. Рассказывает, как аннексия Крыма повлияла на его творчество. Стихотворения стали другими. Тематика стихотворений, конечно, изменилась. На какое-то время, когда я сильно переживал все эти события, когда я все это рефлексировал, то тексты были очень-очень крымские, несмотря на то, что я уже в то время в Киеве. Они были даже, возможно, более крымские, чем когда я жил в Крыму. Бокалы сначала, потом танцы, а потом еще язык. Мамочка, она, папочка, бабака. Первые, скажем, азы, она старается. И рвение появилось, интерес. Преподаватель хореографии крымская татарка Диана говорит, учеников будет обучать восточным танцам. Здесь будут получать знания более 40 детей переселенцам возрастом от 5 до 12 лет. Главное, чтобы человек от души танцевал. Главное, чтобы горели глаза. Чтобы ты до зрителя мог донести ту историю, свою какую-то историю, которую ты действительно хочешь показать. Ну, как-то вот заразить, что ли, этим настроением зрителя. Чтобы у него загорелись глаза. Захотелось самому танцевать. Занятие Крымско-Татарского культурного центра проходит в 165-й школе в центре столицы. Здесь для детей открыли классы и пригласили педагогов. Этому способствовала общественная организация «Крымская семья», рассказывает Анифе. В 2014 году мы создали нашу организацию для того, чтобы объединить крымстарские семьи, создать такую крымстарскую среду, чтобы наши дети могли изучать родной язык, родные песни, родные танцы, чтобы тут, вдалеке от родины, они не потеряли самое родное, самое главное. В этом году в Киеве усилиями крымской семьи также начала работать школа выходного дня. «Крымская семья»